Сергей Ворнов, ученик Этери Тутберица, готовится к своему выступлению в произвольном прокате. А я вам еще раз напомню баллы Джереми Эббота за короткую и произвольную программу. По сумме у Джереми 237,41. Сергей Ворнов в короткой программе исполнил каскад четверной тулуп и двойной тулуп, потом тройной риттбергер и потом еще и тройной аксель уже во второй части программы. Аксель у него получился великолепный, на хороший плюс. Каскад и риттбергер чуть похуже, но в целом исключительно положительные отцепки. Заработал Сергей от арбитров, хотя, к сожалению, этого не хватило. Но же для 80 баллов, 79,8. Так было оценено выступление Сергея Ворнова в короткой программе. Он шестой. И для того, чтобы обыгрывать Эббота, ему нужно на 12 с лишним баллов быть лишний рекорд. Четверной на две ноги. Будем смотреть на путь. Кстати, у Аарона все четверные из тех, что он прыгнул, до кончета. Тройная аксель неплохо. Борется, старается Сергей. На два четверных пошел в программе. Но пока не могу сказать, что это было исполнено идеально. В отличие от акселя в 3,5 балла. Ух, как обидно. Обинарный лук. Не выдающееся достижение для нас тоже. Ух, как обидно. Ворнова получается по ходу программы, чем все остальное. Но вот этот аксель будет уже засчитан как каскад. Минус один каскад. В итоге у Сергея. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Тогда в произвольной программе Сергей набрал 161,63 балла. Разумеется, этот результат ввиду принадлежности турнира к серии B не пошел в зачет как личный рекорд Ворнову. Но то, что он в нынешнем сезоне способен на многое, он показал уже на финской земле. К сожалению, похоже, что не хватило ему физических кондиции, и в связи с этим сейчас мы видим, что Сергей получает значительно ниже оценки, чем он мог бы получить, чем он мог бы набрать. Чем на то, что он может претендовать в теории. Ну вот так вот, минус один каскад, плюс ко всему еще и одинарный лутс. Это, конечно, ну ни в какие ворота. И в итоге вот так вот и получилось. Докручен, посчитали арбитры, его четверной тулуп, но на две ноги и в итоге, конечно, серьезный минус. Тройной аксель хорошо. Это сейчас четверной тулуп вкупе с двойным тулупом. Тройной тоже получше, чем отдельно стоящий четверной, но в целом оценкой, и вы видели это уже по собственным телевизионным приемникам в уголочке, она была значительно ниже, чем у Эббота, который сейчас лидирует и по произвольной программе, и по сумме двух дней выступления, и по технической составляющей оценки в произвольном прокате. У Эббота на 0,05 балла лучше, чем у Аарона, и на 0,06 балла лучше, чем у Константина Меньшова. У Сергея сейчас будет меньше. Ну и, соответственно, за компоненты, теми компонентами, которые есть у Ворнова, он может чуть-чуть что-то там отыграть, но отыграть вот потерянные баллы в технической составляющей Сергею, к сожалению, не получится. То есть только один этап гран-при в нынешнем сезоне у Ворнова и Меньшова, и вот фактически сейчас мы видим их на вот таких серьезных турнирах в нынешнем сезоне, пожалуй, в заключительный раз. Потом только если какие-то турниры серии «Б», ну а также чемпионат России, который, напомню, состоится в декабре в Сочи. Скорс, пожалуйста, для Сергея Боронов. Итак, оценки Ворнов. Ого, 141 баллы, 38 сотых, и по сумме он... Вот это да! Он проигрывает Меньшову, причем проигрывает мало совсем, 14 сотых баллов, но лишь четвертый результат. 221, 32. Здравствуйте!